План победы президента Украины Владимира Зеленского, которым он собирается представить американскому лидеру Джо Байдену, предполагает продолжение операции украинских военных в Курской области и получение конкретных современных вооружений от Запада, пишет The Times. Также, по данным издания, в план входят гарантии безопасности для Украины со стороны западных стран, аналогичная пакту о взаимной обороне при вступлении в НАТО и международная финансовая помощь для разрушенной войной украинской экономики. Перед прибытием в США, где Зеленский выступит на Генеральной Ассамблее ООН и встретится с Байденом, украинский президент подчеркнул, что его плану победы нужна быстрая поддержка Вашингтона и других западных союзников, чтобы Украина с позиции силы могла начать переговоры с Россией до конца этого года. «Давайте сделаем все это сегодня, пока все чиновники, которые хотят победы Украины, находятся на официальных должностях», — сказал Зеленский. Как отмечает The Times, украинский президент хочет защитить от Трампа американскую поддержку Украины после предложения последнего закончить войну за счет территориальных уступок России. До этого Зеленский говорил, что план победы Киева состоит из пяти пунктов. Четыре — это то, что нам необходимо, и один — это после войны, — пояснил он в интервью NBC News. Он добавил, что реализовать этот план можно только при помощи западных союзников Киева. Помимо Байдена, Зеленский собирается представить свой план кандидатам на пост президента США, вице-президенту демократки Камале Харрис и республиканцу Трампу. «Президентские выборы в США будут иметь большое значение не только для Украины, но и для президента России Владимира Путина», — отметил в разговоре The Times один западный дипломат. «Если русские, то в Вашингтоне есть правительство, которое намерено продолжать поддерживать Украину. Это определенно изменит их отношение к возможным переговорам. Но если у них возникнет ощущение, что это Дональд Трамп, который, возможно, предлагает им простой выход, то это конец всему», — сказал собеседник издания. «По словам другого дипломата, в краткосрочной и среднесрочной перспективе Украина не сможет выгнать российскую армию со своей территории, но замораживание конфликта по текущей линии фронта стало бы катастрофическим результатом. Это определенно не может быть основой для переговоров», — подчеркнул собеседник The Times. В то же время он отметил, что любые переговоры будут очень-очень сложными и болезненными для Украины.